Ну, собственно, мы предполагали, да, что все уйдут на Новый год уже активно, вот, поэтому я сразу прям забегаю вперед, всех поздравляю с наступающим Новым годом, вот, желаю, чтобы для вас вообще будет будущий год действительно счастливым, поэтому я вам желаю, чтобы это счастье вас накрыло с головой, вот, очень будет счастливый год, особенно первый год он вообще для молодых мам, мне кажется, самый счастливый, настраивайтесь именно на это, ну, не знаю, я как вспоминаю, мне кажется, первый год в жизни ребенка самый легкий, кажется, что тяжело, но на самом деле все будет очень хорошо, я вам желаю, чтобы ваши малыши, у нас будет год петуха, чтобы вас родились очень здоровые, крепкие малышата, вот, это наше будущее, и обожаю проводить семинары для беременных, потому что, ну, вообще нас тут два раза больше, правда, если так посчитаться, на самом деле, вот, поэтому нас слушают, слушают, маленькие будущие человечки, поэтому спасибо огромное, что вы пришли, позвольте я представлюсь, меня зовут Алена Когаткова, я нутрициолог, специалист по питанию, как раз занимаюсь вопросами питания, да, это такая нутрициология, это наука, которая изучает питание, одна из самых молодых, вот, кстати говоря, работаю много с будущими мамочками и с целыми семьями, учим, помогаем питаться правильно, вкусно, полезно, поэтому сегодня здесь я для вас подготовила семинар на тему рационального питания будущей мамы, забегая вперед, скажу, что поскольку я не врач, не будем путать нутрициологию и диетологию, это все-таки несколько разные направления, вот, я ни в коем случае не буду вам давать медицинских рекомендаций, вот, для этого есть гинекологи, эндокринологи, узкоспециализированные специалисты, я считаю, что каждый специалист должен заниматься непосредственно своим делом, вот, я лишь хочу поделиться с вами информацией общего характера, которая, думаю, будет вам полезна, но даже когда я работаю с беременными будущими мамочками, мы всегда работаем в паре с ведущим гинекологом, врачом, который их наблюдает, поскольку я считаю, что каждый случай каждой беременной девушки, будущей мамы, он индивидуален, и, конечно, лечащий врач, он знает много больше, поскольку он ведет вашу беременность, вот, поэтому любые рекомендации, это моя уже вам рекомендация, любые рекомендации диетологов, нутрициологов, или те, что вы прочитали где-то в журнале для беременных, или услышали, от знакомых, вы всегда обязательно обсуждайте со своим врачом, потому что только он знает историю вашей беременности и ваши индивидуальные особенности, состояние вашего здоровья. Очень много факторов, которые могут влиять, в том числе, на питание, которое будет рекомендовано вам в беременность, то есть, есть, конечно, общие правила, да, есть, как мне одна беременная мамочка, с которой мы работаем, сказала, когда я разработала ей меню, говорю, ну что, что тебе сказала твоя гинеколога, она, говорит, посмотрела и сказала, все бы так жили и питались, говорит, ну что здесь как бы плохого, ну, в общем, конечно, есть разные, да, моменты и разные заболевания, которые могут, ну, скажем так, вступать в противоречие с тем, что рекомендуют нутрициологи или диетологи. Вот. Рациональное питание, да, что это такое? Это одно из основополагающих, один из основополагающих факторов, да, который будет обеспечивать вам комфортную беременность, здоровье и, самое главное, здоровье вашего будущего малыша. Я очень рада, что сегодня действительно теме питания стали уделять все больше внимания и придавать соответствующее значение, поскольку это доказано и придумано не мной, что питание действительно во многом определяет здоровье человека. И, конечно, если речь идет о будущем человеке, то именно от нас с вами зависит то, каким будет следующее поколение, насколько они будут здоровы, насколько они будут выносливы, насколько они будут умственно, в том числе, развиты, работоспособны, сильны. Можно перечислять до бесконечности, да, те факторы, на которые влияет питание. А скептики, которые умоляют значение питания, говорят о том, что это не настолько важно, конечно, могут быть отчасти правы, поскольку ряд заболеваний заложены, наверное, на уровне ДНК, запрограммированы, но, тем не менее, это доказано, что питание во многом может скорректировать какие-то генетически предрасположенные заболевания. И, конечно, питание влияет на качество жизни, это неоспоримый факт. Вот, про питание мы будем говорить, но чуть-чуть, чтобы мы с вами не опоздали, я обещала, что сегодня будет вкусно. Я привезла вам уже заранее приготовленные десерты, попозже мы их попробуем. Вот, но сегодня я еще обещала показать, на прошлом мастер-классе был очень повышен интерес к тому, как правильно варить кашу, и я мамочкам рассказывала, мы говорили про прикорм, у нас была тема прикорма, я рассказывала о том, что необязательно стоять возле плиты, очень много времени тратить на приготовление каши, и до сих пор я себе ребенку варю кашу в пароварке, вот, поэтому я решила, что вам, как будущим мамам, у которых времени на приготовление еды лишнего не будет, будет очень полезно узнать в том числе, как приготовить кашу быстро и незатратно по времени, соответственно, ну и по деньгам, поскольку крупа – это вообще недорогой продукт. Вот такая у нас пароварка, я ей пользуюсь до сих пор, это фирма Биаба, французский производитель, здесь есть две чаши для круп, и я беру крупу, у нас сегодня с вами будет пшенная каша из пшена, сейчас я найду, где у меня тут пшено, вот она у меня, специально вам говорю, как я варю кашу, в каждом пакетике у меня по 60 граммов крупы, 60 граммов крупы, ну это такая вот легкая порция для взрослого человека, ну средняя, скажем так, кто-то съедает чуть больше, кто-то съедает чуть меньше, я взяла такую среднюю норму. В сухом виде у нас крупа будет, мы сейчас сразу ее поставим варить, чтобы она успела у нас свариться, пока мы будем с вами разговаривать. Специальный контейнер для крупы, который идет в пароварке. Крупу я промываю всегда, и вам рекомендую промывать, потому что все равно, я думаю, что не самый гигиеничный все-таки продукт. Предварительно я на всех своих мастер-классах всегда рассказываю о том, что крупу рекомендуется замачивать в кислой среде хотя бы на 12 часов, а лучше на сутки. Что это значит? Это значит, что вот этот вот пакетик с крупой, с зерном, на ночь я залила теплой водой и в нее добавила ложку лимонного сока, можно добавить кефир, можно добавить яблочный уксус, любую кислую среду. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы сократить содержание фитиновой кислоты, которая из зерна, из крупы, в общем-то лишает его всей пользы, всех микроэлементов и витаминов важных. Поэтому рекомендация общая – замачивать. Ну, это, конечно, не настолько прям важно, но лишним точно не будет для того, чтобы эту фитиновую кислоту нейтрализовать. Я наливаю воду в контейнер примерно в соотношении 2 к 1, но я уже это делаю на глаз. Но в рекомендации к пароварке всегда все указано. И воду мы же с вами нальем в резервуар. То есть вы сейчас убедитесь, как на самом деле легко сварить пшеную кашу, потому что для многих это кажется очень сложным процессом, потому что варится она долго, нужно обязательно стоять возле кастрюльки, помешивать. Вы убедитесь, что это очень быстро и просто. Когда у вас родится малыш, вы будете каждую минуту времени своего ценить. И здесь самый большой плюс, что у вас ничего не пригорит. Вот, вы с утра встали, видите, да, как все это быстро? Просто поставили и ушли заниматься своими делами. Каша у нас будет с тыквой, без сахара, без соли я всегда варю. Так, обойдемся ли мы одной. Для овощей вот такая корзинка. Вот сколько войдет. И тоже нальем водички. В резервуар. Все, теперь мы будем с вами общаться спокойно и ждать сигнала. Итак, тема рациональное питание. Я уже сказала вам, насколько это важно для нормального течения беременности и развития плода. Что такое рациональное питание? Да, это полноценный набор разнообразных продуктов питания, которые соответствуют определенному сроку беременности. Но, как я вам уже сказала, есть общие рекомендации, но все-таки в каждом конкретном случае набор продуктов, конечно, может отличаться. Поскольку, увы и ах, не все мы к периоду беременности подходим полноценно здоровыми. У каждого могут быть какие-то свои хронические заболевания, которые будут, например, определять будущую диету беременной. Самый главный вопрос, который беспокоит любую маму, когда она находится в положении, ну, может быть, не самый главный, но, я думаю, современных девушек многих беспокоит. Все-таки проблема лишнего веса. Как не набрать много, как потом быстро восстановиться. И здесь, конечно, все начинают задумываться, а сколько мне можно есть, а как мне есть. Потому что вроде бы как бы все вокруг говорят, что нужно есть за двоих. Наши теперь двое. Всем всегда говорю, за двоих есть точно не нужно. Нужно есть за двоих. За двоих лучше думать. Вот самое грамотное, что вы можете делать, когда узнали о своем прекрасном положении, это не есть за двоих, а начать за двоих думать. И думать прежде всего о ребенке. С другой стороны, раньше было очень распространено мнение, что вне зависимости от того, как питается мама, даже если ее рацион скудный, неполноценный, ребенок свое возьмет. Вот последние исследования, все абсолютно научные, доказывают, что организм матери настроен, запрограммирован на выживание. С этим даже связывают многие проблемы, которые касаются именно уже процесса родов непосредственно, что организм матери, ну любого человека, он устроен таким образом, что прежде всего он хочет сохранить и поддерживать свою жизнь. Поэтому когда мама думает, что ага, ну ладно, окей, я чего-нибудь не доем, или не важно там, что у меня неполноценное питание, ребенок все возьмет, а то, что там я, у меня волосы повыпадут, не страшно, главное, лишние килограммы не наползут, нигде не отложатся. Вот доказано, что нет, что сначала берет организм матери, и только потом берет ребенок. Поэтому прежде всего мы, конечно, должны думать о том, что достается нашему малышу. И наш все-таки эгоизм, он должен немножко перекрываться заботой о будущем, о будущем человечке, которого мы ждем. Ой, в принципе, вот. По калорийности. Опять-таки, калорийность вашего рациона, наверное, должен наблюдать ваш лечащий доктор или непосредственно специалист по питанию, который наблюдает вас во время беременности, если вам повезло и таковое имеется. Общие рекомендации есть. Они вот примерно такие, но опять-таки, это средние нормы. То есть я отталкивалась именно от средних данных, исходя из своего опыта работы, что, в принципе, в среднем женщина нормального телосложения, с нормальным индексом массы тела, без лишнего веса и без его дефицита, при нормальном здоровом образе жизни, потребляет в среднем 2000 килокалорий. Может быть, для кого-то эта цифра покажется сейчас большой, поскольку мы все все-таки еще не совсем ушли далеко от низкокалорийных диет, когда приходят ко мне мамы, которые в свое время там сидели на 1200 килокалорий, кто-то там и на тысячи. Для них, конечно, когда я говорю о том, что 2000 – это, в принципе, нормально, они, конечно, несколько удивляются. Вот. Ну, я думаю, что вы не удивитесь. 2000 калорий – это, в принципе, средняя калорийность рациона, которая обеспечивает женщину всем необходимым. Когда вы узнаете о том, что вы в положении, резко есть на 3000 точно не имеет смысла. Вот. Вообще есть рекомендация, что первый триместр беременности, он и не требует какого-то кардинального пересмотра рациона, там, именно с повышением сознательного калорийности. Вот второй триместр – да, уже когда действительно очень много идет энергетических трат на развитие ребеночка, плода, то тогда, да, уже следует увеличить калорийность. А третий триместр беременности – здесь, опять-таки, очень много индивидуальных факторов. Есть мамы, которые действительно набирают достаточно много лишнего веса к этому периоду времени, при этом снижается очень сильно физическая активность, в основном уже все ушли в декрет, кому-то достаточно сложно обеспечиваться, но, опять-таки, разные все беременности. В таких случаях я бы не рекомендовала вообще увеличивать калорийность своего рациона. Но если все протекает замечательно, хорошо, мама активна, физически, социально, то, конечно, немного тоже стоило бы задуматься о том, чтобы есть чуть-чуть побольше. Но, опять-таки, правильной еды, да, сбалансированное питание – это основа основ. Ну, здесь схематически я просто вам для общего развития сделала табличку, чтобы вы понимали, как идет вот это увеличение. Вот. В первом триместре, то есть мы отталкиваемся от того, что мы едим, собственно, так, как ели. Ну, в плане именно калорийности, да, не зацикливаемся. Есть общие нормы по тому, как рекомендуется набирать вес во время беременности. Думаю, ваши доктора вам говорили. Ну, конечно, с врачами сейчас очень, наверное, сталкивались, да, сложно. У них все время две крайности, да, либо набираем-набираем, много набираем, да, худеньким говорят, либо полненьким говорят «ничего не едим, худеем». Не знаю, вот на моей практике я еще ни разу не столкнулась с тем, чтобы женщину отправили в беременность с каким-то позитивным, гинекологи, настроением и с тем, что все хорошо, собственно, беременность – это не болезнь. Я всем своим мамочкам, которые в ужасе приходят, может быть, я делаю неправильно, беременность – это не болезнь, беременность – это вообще прекраснейшее состояние. И я помню свою беременность, мне кажется, настолько хорошего самочувствия у меня не было вообще за всю мою жизнь, вот именно как беременность. Я как вспоминаю, вот просто я летала, то есть у меня и физическая активность была прекрасна. Но меня ругали всю беременность, на самом деле, врачи, за то, что я не набирала. Я вообще начала набирать очень поздно и набрала за всю беременность всего 5 килограммов. Врач меня очень сильно ругала, вот. Я ни в коем случае не говорю вам, что так должно быть, но у меня было так, я для этого вела просто совершенно обычный образ жизни, хорошо кушала, активный был у меня достаточно образ жизни, вот. Но меня пугали, что это очень мало, что это ненормально, вот. Но со своей стороны, мне кажется, очень много заложено природой. Вот, главное, чтобы вы понимали, что вы не ограничиваете себя сильно в еде, что вы чувствуете себя хорошо и тогда ориентируйтесь. Потому что есть общие, конечно, нормы прибавки веса. Я, по-моему, тоже здесь. Вот, 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 вот. Если женщин, да, взять, например, рост метр 60-65, средний рост, средний вес 55-60 килограммов, то ей рекомендовано набрать за всю беременность 12 килограммов. Ну, это такие среднестатистические данные. В принципе, это не мной придумано. Это вот, ну, абсолютно любой гинеколог вам, наверное, примерно то же самое скажет, что там, сколько уйдет на ребенка, сколько уходит на воду, сколько уходит на жировую ткань, сколько весит плацента. Из этого всего складывается вот сумма примерно 12 килограмм. Ну, для среднестатистической женщины. Соответственно, женщины, у которой был недостаток массы тела, индекс массы тела ниже нормы, ей могут рекомендовать набирать и 15, и 16, как было, например, в моем случае, мне до 20 рекомендовали. Вот. А, соответственно, женщины, у которой был избыток массы тела, ее бедную всю беременность терроризируют и ограничивают чуть ли там не 7-8 килограммами. Но, опять-таки, я считаю, что очень много стресса получает женщина во время беременности, именно когда ее вот это вот тюкают сверху, что ты должна, ты должна, и полностью списывают со счетов генетические данные, предрасположенности. Ну, много факторов, опять-таки, которые будут влиять на прибавку. Поэтому все это достаточно, на мой взгляд, условно. У меня при прибавке 5 килограммов родился ребенок 2 600, маленькая худенькая девочка, которая сейчас балеринка. Вот. И при этом мне еще перед родами поставили многоводие. Вообще было шоком. Что ж там тогда было-то на все остальное? Вот. Но если отталкиваться от общих данных, то где-то порядка 10% набирает женщина в первом триместре. Опять-таки, очень условно. Многие женщины теряют в первом триместре, поскольку токсикоз. Это вообще очень распространенная практика. Поэтому кто-то потерял 4-5 килограмма, соответственно, у него уже все идет по-другому, у нее, у женщины. Вот. Но это общие данные. И в основном вся прибавка, она, конечно, приходится на вторую половину беременности, третий триместр. Вот. Когда уже идет такое интенсивное формирование плода, и когда подвижность женщины уже снижается. Жировая ткань, опять-таки, я считаю, что это генетически обусловлено увеличение жировой прослойки, поскольку женщина рожает, и природа предусмотрела, чтобы первое время у нее были, соответственно, питательные вещества в организме для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность свою и малыша. Основные продукты беременны. Вот. Как я вам сказала, вы можете как угодно рассчитывать свой рацион. Самое главное, к чему вы должны прийти, это питание должно быть сбалансированным. Оно должно быть рациональным. С этого момента вы должны начать думать уже о том, что вы кормите ребенка здесь, сегодня и сейчас. Правильно? Ведь согласитесь, когда вы начнете вводить прикорм, у вас не возникнет мысли дать ребенку картошку фри, или хот-дог, или покормить его булочкой с маком. Поэтому сегодня, когда вы подходите к холодильнику или гуляете по дороговому центру, проходите мимо ресторанного дворика, задумайтесь о том, что кормите вы уже сегодня и сейчас не только себя. Далеко не только себя. Вы кормите прежде всего своего малыша. И поэтому та еда, те продукты питания, которые вы потребляете, это выбор в сторону вашего ребенка, его здоровья, его развития. Поэтому продумайте, пожалуйста, хорошо, что вы кушаете, как вы кушаете, как вы готовите, где вы едите. Очень много мам, которые считают, что вот я сегодня здесь и сейчас беременная, я могу позволить себе есть все, что хочу. Я беременна, у меня каприз, мужа там посылают среди ночи, купи мне там, не знаю. Пиццу, я считаю, это все баловство. Это абсолютно баловство со стороны женщины. Да, мы имеем право, конечно, покапризничать. И, конечно, есть какие-то, наверное, я не знаю, как сказать, тяга к каким-то определенным продуктам у определенной женщины на определенном сроке беременности. Этого исключать, конечно, нельзя. Но все-таки, если мы копнем в себя глубоко, мы поймем, что зачастую это больше на уровне психологии. Если же нет, то, скорее всего, нехватка каких-то витаминов, микроэлементов. Ну, бывает по-разному, на что женщину ценят. Поэтому рекомендуют многие специалисты на протяжении беременности просто периодически сдавать анализы. По-моему, мне кажется, что это даже в обычной гинекологии сейчас распространено. Я точно сдавала и на витамины, и на микроэлементы, на гемоглобин. Уж точно, по-моему, чуть ли не каждую неделю, мне кажется, со второго триместра сдаешь анализы состояния, уровень железа проверяешь. Поэтому, если действительно ваши какие-то пищевые пристрастия обоснованы, то анализы вам это все покажут. Все остальное это на уровне, конечно же, баловства, когда там захотела пиццу посреди ночи, гамбургеров резко наестся. Можно, конечно, себе это пару раз там за беременность позволить. Но в целом вы должны понимать, что никакой питательной ценности эти продукты они не несут. А ваша задача обеспечить именно питательную ценность, чтобы питание малыша и ваше, оно было полноценным и здоровым. Потому что именно на данном этапе идет формирование будущего организма. И то, насколько он будет здоров сейчас, зависит от вас. Это действительно доказано. Даже первые-вторые годы жизни детей, они являются демонстрацией того, какой образ жизни вела мама. По тому, как дети болеют, по тому, как быстро они развиваются. Это во многом определяет наша беременность. Когда, если вдруг вы придете на мой семинар по прикорму, я там всегда говорю, что по тому, как питается ребенок, вот это является непосредственным отражением того, как часто он болеет. Очень часто родители не могут понять. Есть вот, говорят, болеющие дети. Вот у меня сейчас ребенок пошел в садик, и прямо вот стали делить детишек, вот прямо говорить, вот этот болеющий. И вот этого болеющего ребенка я постоянно вижу в руке какую-то ерунду. Я понимаю, что, наверное, в том числе, возможно, что-то генетически там заложено, что ребенок там со слабым иммунитетом.